Здравствуйте! Вы смотрите программу «Правительственная связь». Меня зовут Татьяна Молокова. Возможно, я сейчас скажу банальную фразу о том, что весенний день год кормит, но это действительно так. В мае все грамотные сельчане, грамотные руководители сельского хозяйства стараются завершить все посевные сельскохозяйственные работы. Сегодня о сельском хозяйстве и его развитии в Чувашской Республике. Мы будем говорить с заместителем председателя кабинета министров Чувашской Республики, министром сельского хозяйства Сергеем Павловым. Сергей Владимирович, здравствуйте! Добрый день! Сергей Владимирович, мы с вами встречаемся сейчас в начале мая. Скажите, какие цифры по посевной, на каком этапе сейчас сельхозработы в Чувашской Республике? На сегодняшний день весенние полевые работы в разгаре. 151 тысяча гектаров яровых, зерновых, зернобобовых культур посеяно. Это составляет где-то 72% от планового значения. Идут работы по подкормке озимых культур, подкормлено где-то 54 тысячи гектаров. Также параллельно идет сев и овощей, посадка картофеля, посажена 1500 гектаров. Идет сев таких культур, как рапс, горчица, более 1000 гектаров, соответственно, посеяно. Также идет и посев однолетних трав. Но я хочу сказать, что в этом году на посевные работы вышли пораньше, и погодные условия позволили нам все-таки больше посеять. Если взять зерновые, зернобобовые культуры, мы посеяли на 52 тысячи гектаров больше, чем в прошлом году. Это радует и дает надежду на получение хорошего урожая. То есть 72% сейчас посеяно, проведено сельхозработа. То есть, получается, есть передовые хозяйства, есть отстающие хозяйства, районы? Ну да, действительно, в числе, скажем, тех, которые, ну, больше, чем другие, выполнили планы посева. Это у нас Батревский, Яльческий, Комсомольский районы, которые свыше 95% уже завершили сев, ну, посеяли планового значения. Есть районы, которые более 80, это и Вурнарский район, и ряд других районов. Но есть также и у нас, ну, как сказать, отстающие районы. Здесь, может быть, связаны с тем, что погодные условия все-таки, хоть и у нас не такая большая республика, но все же сход снега у нас где-то на неделю, а то и на две, сошел раньше в южных районах, чем в северных, таких как Чебоксарский, Маргаушский район, где посев чуть больше только 40% к сегодняшнему дню. То есть эта цифра обусловлена тем, что вот погодные условия не давали возможности выйти в поля? Одна из, скажем, причин это, но кроме этого, конечно, есть и организационные факты, то есть как подготовились к подготовке, то есть к весеннему севу наши крестьяне. И вот районы тоже подготовка, она была разная. Если на сегодняшний день у нас 106% имеется в семянном наличии от планового объема и 93% кондиционные, то буквально там месяц назад эта цифра была где-то около кондиционной с 80%. И, соответственно, те районы, вот те хозяйства, которые, скажем, в момент наступления, скажем, благоприятной погоды сразу выходят, а некоторые, получается, в связи с тем, что нету ГСМ, нету техники, которая работает, нету семян, где-то вот такие моменты случаются. Но их немного. В принципе, вот таких больших проблемных хозяйств, которые вы из-за этих причин не сеяли, сейчас практически нет. Ну, сельское хозяйство – это такая отрасль, которая очень сильно зависит от метеорологических условий. В прошлом году действительно погода, природа не давала покоя. То засуха, то чрезвычайная ситуация, то дожди. Вот каким-то образом учли уроки прошлого года? Вот как в этом году будет у нас организована работа? Конечно, какие будут погодные условия, конечно, никто предсказать не может, хотя и гидрометеорологи говорят, что в этом году все-таки температура воздуха в летний период будет чуть выше средних многолетних значений и осадки чуть ниже средних многолетних значений. Но в этих условиях самое главное то, что, во-первых, нам нужно было, ну, как сказать, больше сеять озимые культуры для того, чтобы раньше выйти на уборку урожая, чтобы озимые культуры, они больше используют запасы весенней влаги, но и раньше начать сев для того, чтобы созревание культуры произошло раньше и чтобы в августе у нас мы спокойно убирали в то время, когда, скажем, не осенние проливные дожди, а есть солнечные дни. И эта задача, она вот налицо то, что вот сегодня мы уже, я уже сказал, на 52 тысяч гектаров больше посеяли, и это дает надежду, что мы в этом году все-таки больше урожая получим. Тем более, вот последние дни прошли неплохие дожди, которые вот позволили, во-первых, тем районам, которых еще земли, скажем, ну, как сказать, были сырые, быстрее поспеть, а те районы, которые уже хозяйств посели, радуются тому, что после посева у них... Естественная влага. Естественная влага пришла. Да, полили посеянные. Сергей Владимирович, ну вот очень много говорится на республиканском уровне об эффективном использовании земель. Вот есть ли у нас такие примеры, где земли обратно возвращаются, потому что очень много земель изымается из сельхозоборота для каких-то нужд для строительства, для дорожного строительства. Есть у нас обратные примеры, когда земли вводятся обратно в оборот сельское хозяйство и увеличиваются площади за счет этого? Ну, здесь я бы отметил так, что, конечно, мы из земель промышленности в земли сельхозназначения переводить таких примеров нету. Но у нас есть проблема, что земли сельхозназначения не используются по целевому значению. Вот эта проблема, она существует. У нас на сегодняшний день где-то 49 тысяч гектаров неиспользованных земель. И наша задача вот эти земли ввести в оборот. И, конечно, вот мы ставим задачу в этом году в общей сложности увеличить посевную площадь на 20 тысяч гектаров. И чтобы она составила по республике 570 тысяч. Я думаю, что эту плану нам под силу, тем более районы представили свои финансо-экономические планы. И по их данным, и это возможно, чтобы они выполнили те посевные площади, которые они наметили. Сергей Владимирович, но все-таки, чтобы справиться с погодными условиями, не всегда, конечно, на природу нужно рассчитывать, но и на свои силы. Есть такая система мелиорации, да? У нас развивается программа мелиорации. Как она развивается, как она финансируется, из каких бюджетов, сколько вот средств получит наша республика? Да, действительно, у нас уже третий год действует программа развития мелиорации Чувашской республики. И если первые годы эта программа была региональная, и мы выплачивали 30% затрат на приобретение миниоративной техники, то в прошлом году наша программа прошла конкурсный отбор Министерства сельскохозяйств Российской Федерации в рамках экономически значимых программ. И мы смогли получить 19 миллионов рублей из федерального бюджета и выплатили субсидии уже 50% на приобретение техники. И вообще вот за эти годы где-то на 200 миллионов рублей было приобретено техники. И сейчас, на сегодняшний день, может поливаться около 5000 гектаров сельскохозяйственных культур. Конечно, в основном это те культуры, которые дают более высокий доход с одного гектара. То есть это картофель, овощи. И в этом году программа тоже поддержана на уровне Российской Федерации. И что самое главное, она поддержана не на один год, а на три года. И есть распределение лимитов уже Чувашской республики на три года вперед. То есть на 2014 год это 65 миллионов рублей, на 2015 где-то 55 и на 2016 где-то 52 миллиона рублей. И мы даем софинансирование 27%. Сейчас у нас в бюджете пока заложено 20 миллионов рублей, но мы должны будем еще чуть-чуть добавить. И также в этом году будем выплачивать 50% затрат на приобретение миллиардной техники, строительство миллиардных сооружений, гидротехнических сооружений и создание проектно-сметной документации. Я думаю, что это еще больше будет стимулировать развитие миллиардной техники и, соответственно, будет снижать риски в сельхозпроизводстве. Сергей Владимирович, вообще какая финансовая поддержка? Какую финансовую поддержку получает Чувашская республика из федерального бюджета и на какие цели эти средства идут? Ну, в общем, у нас по этому году пока первоначальный лимит, я так скажу, как из федерального, так и из регионального бюджета составляет 2 миллиарда рублей. В прошлом году по итогам года общий объем составил 2,4 миллиарда рублей. Но если сравнить с первоначальным лимитом, который был у нас в прошлом году, то в этом году у нас он на 20% больше. То есть выросла поддержка? А первоначальную лимиту. Но из федерального бюджета 1 миллиард 300 миллионов рублей, а из федерального где-то 700, то есть из республиканского 700 миллионов рублей. Ну, цели и направления поддержки, они сохранены все. Это и по гектарным поддержка, это и на литр произведенного молока, это и поддержка экономических значимых программ. Вот здесь я хочу отметить, что в этом году у нас уже еще одну программу поддержали экономически значимые, это поддержка развития картофелеводства. И здесь мы будем субсидировать 30% затрат на строительство картофелехранилищ и логистических центров и первичной переработки картофеля и овощей. Для чего это делается? Для того, чтобы все-таки в последние годы реализация картофеля осенью, она не приносит такой рентабельности, и качественное и грамотное хранение, она позволяет большую доходность сельхозпроизводителям принести. И поэтому, чтобы это стимулировать, вот такую форму поддержки в этом году будем вводить, я думаю, что она даст рост, и мы где-то вот планируем где-то 54 тысяч тонн хранения картофеля и овощей дополнительно сделать за счет этих средств. Сергей Владимирович, ну вот вы сказали, что будут субсидироваться процентные ставки, но по-моему в прошлом году была проблема с субсидированием по кредитам. Пришли ли федеральные деньги и не будет ли такой же проблемы в этом году? Да, к сожалению, вот проблема она будет, потому что на сегодняшний день лимиты Чувашской республики, выделенные лимиты, они 100% не хватают для покрытия или сопровождения кредитов до целый год. В прошлом году у нас была задолженность, мы эту задолженность сейчас погасили, у нас сейчас распределяются краткосрочные кредиты на растеневодство и животноводство. Если по растеневодству у нас субсидий хватит до октября месяца, то по животноводству мы не смогли закрыть даже прошлогоднюю потребность. По инвестиционным кредитам по животноводству у нас хватит по июль месяц, а по растеневодству мы смогли только закрыть февраль месяц, деньги уже закончились. И по малому форму хозяйствования у нас хватит закрыть по октябрь месяц. И, конечно, мы уже вышли с письмом Министерства сельскохозяйства Российской Федерации, просили выделение дополнительных лимитов. К сожалению, эта проблема не только у нас, в Чувашской Республике, а в целом по Российской Федерации сейчас ориентировочно оценивается нехватка средств, где-то 33 миллиарда рублей. В принципе, об этом говорят на всех уровнях власти. И председатель правительства Медведев об этом говорил на съезде муниципальных образований в городе Волгограде. И было отмечено, что до конца года все-таки будут выделены дополнительные средства и постараются все-таки закрыть и этот год закончить без долгов. Но пока решений нет. Но мы ждем. И поэтому я первоначально сказал, что лимиты, объемы средств у нас будут и должны увеличиваться. Сергей Владимирович, ну раз мы заговорили о поддержке малых форм хозяйствования, вот сейчас как идет эта программа, кто может стать участником программы? Да, действительно, у нас поддержка малых форм хозяйствования разделяется на два направления. Первое – это субсидирование процентов ставок по привлеченным кредитам. А второе направление, которое уже действует, получается, в этом году, третий год, это поддержка, грантовая поддержка семейных животноводческих ферм и грантовая поддержка начинающих фермеров. И желающих, могу сказать, очень много. Мы уже, скажем, и объявили конкурс, и провели конкурсный отбор по обоим направлениям. Хочу сказать, что вот по семейным животноводческим фермам у нас было представлено заявок 32 фермера, но нам пришлось отобрать только 6, потому что лимит всего 28 миллионов с копейками. А максимальный грант, который может получить фермер, по этому направлению, это 5 миллионов. И 6 фермеров мы отобрали. Конечно, пытались сделать так, что это были наиболее достойные, которые, как сказать, лучше подготовленные, которые больше, скажем… Понимают в этом во всем. Не то, что понимают, а больше результат дадут. Увеличат поголовье, увеличат объем производства, предоставят трудовые места. От этого отталкиваясь, вот мы выбрали 6 фермеров. Конечно, как сказать, здесь 6 довольных, 24, как сказать… Обиженных немножко. Обиженных немножко. Но здесь мы говорим, что в этой программе можно на следующий год представлять. И тем более, если мы видим, что фермеры, они, несмотря ни на что, получили этот грант, не получили этот грант, продолжают работать, увеличивают свое производство, продолжают решать те проблемы, которые у них накопились. И без этого гранта, то учитываем и на следующий год, я думаю, что… Помогаем. Да. Сергей Владимирович, а есть ли какая-то оценка эффективности работы? Вы говорите, 3 года работает программа грантовой поддержки, да? Все ли семейные фермы и малые формы работают? Может быть, там закрылись кто-то, какие-то организации? Нет, мы их очень строго отслеживаем. Они каждый квартал должны сдавать отчетность. Кроме этого, мы проводим выездные проверки. Пока, скажем, таких, которые бы, скажем, не работали, таковых нет. Конечно, может быть, не все достигают тех показателей, которые они писали в бизнес-плане. Поэтому мы их собираем комиссии, рассматриваем на комиссии. Вот в начале года рассматривали, дали время на то, чтобы, скажем, исправиться. И если они не будут выходить на планы и показатели, комиссия может принять решение об изъятии этого гранта. А было такое? Пока еще нет. Конечно, и мы не хотим этого. Мы хотим, чтобы предприятия развивались. Но хочу отметить, что вот за последний, вот 13-й год у нас увеличилось, вот если даже объем производства у нас упали, а вот в фермерской хозяйстве объем производства увеличился. Молока где-то на 10%, увеличился объем производства картофеля и другой животноводческой, то есть и животноводческой продукции тоже. Поэтому здесь эффективность, я считаю, что она неплохая. Плюс это занятость, занятость не только членов этого фермерской хозяйства, но и людей привлекают они на работы. Я думаю, это главное. Ну и доходы растут, конечно. Ну и, соответственно, доходы растут. Сергей Владимирович, недавно было заседание Государственного совета при президенте Путине и говорили о программе социального развития села. Что это за программа? Какие мероприятия в Чувашии входят в эту программу? Да, действительно, программа социального развития села, она действует уже с 2003 года. Она по 2013 действовала как социальный развитие села. Ну, конечно, здесь нужно рассматривать комплексное. Она работает даже не только в этой программе, а в рамках программы образования, здравоохранения. И вот хочу сказать, что вот за эти 10 лет в Чувашской республике только где-то было вложено 96-97 миллиардов рублей на эту программу. В том числе это 37 миллиардов – это средства федерального и республиканского бюджета. Конечно, там включается и строительство дорог, и ФАПов. Вы знаете, что с прошлого года только 23 ФАПа мы построили. Строительство школ. За это время 27 школ было построено. Спорткомплексов. В сельском месте 21 спорткомплекс был построен. И ряд других направлений, которые поддержаны. И сейчас, вот обсуждая на госсовете, республика, кстати, в докладе было неплохо выглядело. В том числе, если взять такой показатель, как выделение средств на 1 рубль федеральных средств у нас составило 16. То есть федерация дала рубль, республика – 16. В среднем по Российской Федерации федерация дает рубль, а регионы – 4 рубля. 1 к 4. 1 к 4. ПФО – 1 к 5. То есть мы гораздо больше вкладываем в развитие сельскохозяйства, то есть российско-сельских территорий. И уже с этого года, с 2014 года, эта программа поменяла свое название и, можно сказать, расширила. Это как раз программа «Устойчивый развитие сельской территории» стала. Это 2014-2020 годы. И были на госсовете затронуты вот те проблемы, которые есть на селе. Это и дороги. Вы знаете, что у нас дороги к населенным пунктам построены, но в населенных пунктах еще есть очень много вопросов. Это по уличной дороге. И, к сожалению, из-за того, что у нас по отчету до населенных пунктов построено, мы не могли пользоваться программой через Росавтодор, используя федеральных средств. Но вот эту проблему обсуждалось и там. И, как сказать, эта проблема услышана. Я думаю, что со следующего года уже показатель того, что дорога соединена с... То есть населенный пункт соединен с дорогой с твердым покрытием, будет только тогда, когда он соединен с социальным центром. То есть это школа... То есть проложены дороги внутри сельских поселений. Внутри сельских поселений. Я думаю, что со следующего года мы уже будем потихоньку, но какое-то средство выделять на строительство дорог именно уличных. Ну, это, думаю, что даст еще больше стимул к развитию сельского хозяйства. Сельского хозяйства. Люди захотят приезжать на село, работать. Ну, вообще, скажем, у нас в сельском месте проживает 40% населения, но все население работать в сельхозпроизводстве, конечно, не может. Потому что сельскохозяйство тоже меняется. Там тоже нужна эффективность, и применяется более высокопроизводительная техника, применяются модернизированные предприятия, фермы, и это высвобождает, скажем, население. И в сельском месте должны жить, и можно даже заниматься в другом месте или работать, скажем, в поселке, но они должны свободно передвигаться и чувствовать себя комфортно. Вот это главное. И вот только по этому году у нас из республиканского федерального бюджета вообще на сельскохозяйство, социальное развитие села или устойчивое развитие сельскохозяйства территорий планируется выделение где-то 1 миллиард 900 миллионов рублей. Это и строительство садиков, и ремонт школ, это и строительство школ, это и обеспечение жильем молодых семей, молодых специалистов и граждан. Спасибо большое, Сергей Владимирович. Многое обсудили, еще остается немало вопросов. Я думаю, что не в последний раз мы с вами встречаемся в этой студии. Спасибо, что пришли к нам в гости. Напомню, что сегодня у нас в гостях в правительственной связи был заместитель председателя кабинета министров Чувашской республики, министр сельского хозяйства Сергей Павлов. До свидания.